всем привет кто спрашивал как дела у луны луна как твои дела хорошо друзья мы завтра с вами идем на свадьбу и я там вам постараюсь поснимать проблема в том что нам с вами реально не в чем идти на свадьбу у нас с вами ограничен бюджет вот капец как точнее как бы бюджета нет бюджет не выделить на платье у нас есть с вами сейчас покажу короче итак у нас сейчас с вами два актуальных варианта либо вот такое платье она прямое в нем можно есть сколько угодно но меня что-то стало напрягать расцветка хотя нам не идет плюс этого платья в том что он светленькая это платье из золы стоило по моему 1300 рублей прекрасное платье при не мнется не гнется отличное платье платье номер два пункта тоже из золы если я не ошибаюсь вот такие рукава веселенькие и она прямой это черный такой как бы футляр но он не в обтяжок он такой свободный и вот здесь вот такой узел на талии за счет этого весь живот спрятан и я в нем тонко и звонко то есть я в нем очень красиво смотрюсь очень я была в нем на день рождения на свой и девочки ну в черном так то идет блин на свадьбу согласитесь и сегодня я попробую я сегодня еду кстати на ногти буду переделывать ногти и может быть заеду в галю это галерея краснодаре и присмотрю себе платьев и из новинок вот я даже выложила вам джинсы хотела показать свою беду это джинсы за 800 рублей из нью-йоркера прекрасно офигенно сидят на мне прям тоже тонко и звонко и у них был вот тут один разрез который запланировал тот кто сделал эти джинсы и он по идее должен быть на коленях это джинсы для роста метр семьдесят наверно 5 может метр семьдесят то есть они должны быть семь восьмых и на коленке разрез но я-то коротконогая и мне они во первых ну полная длина моя я ножницами сделала разрез конечно он не был такой распушенный изначально он распушился впоследствии у меня теперь один разрез на коленке другой разрез под коленкой который вообще не открывается при носке то есть вот просто просто как будто я продрала свои джинсы и кстати свадьбу моей одноклассницы и когда я читала ваши комментарии о том как вы там не любите своих одноклассников презираете чужие люди и так далее не так вас хотелось обнять вот правда обнять и пожалеть не так жалко что столько лет своей жизни вы провели в компании людей которые вам были неприятны и вы ничего с этим не могли поделать луна нет 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 только не на черном платье я реально девочки оставила чтобы джинсы унести и она пришла и затоптала солнце мое ну не надо по черным вещам ходить я не могу на нее долго злиться на такая хорошая сижу жду мастера накупила кучу всего вероники купила сказки очень очень патруль он себе купила а вот еще купили вероники носки вот так я с собой ношу отруби вот но тут штуки для окрашивания волос хочу попробовать какая-то новая фигня от фары может не новая но я и только увидела а за такие передачи я бы убила как я ненавижу все эти пропагандистские телепередачи которые сеют зло нетерпимость негатив и занимаются но жуткой пропаганды я разложила для вас красоту показать вам такое знаете сос средства когда кожа обезвожена убита измучена но как по мне это конечно история не на каждый день то есть я чувствую что моя кожа переувлажнена можно сказать такое можно говорить от бренда элдан премиум я не знаю правильно ли я произношу я первый раз тестировал мне прислали на обзор сыворотка флюид и крем 24 часа увлажнения это два продукта с гиалуроновой кислотой со стабильной формулой гиалуроновой кислоты которые нацелены именно на увлажнение кожи вы знаете я чувствую прям такое мощное питание я начну с сыворотки она мне понравилась больше кстати оба продукта произведены в италии в мировой столице косметической промышленности это сыворотка флюид она очень легкая она если я сейчас открою крышку она практически жидко она потечет и вы знаете мне ее 1 хватает для ощущения увлажнения кожи лица после нее мне вообще не крем не требуется ничего настолько она хорошо работает но на втором месте в составе глицерин а в креме на третьем месте составить глицерин поэтому ну как бы я думаю что глицерин тут хорошо и работает многие девчонки переживают особенно там осенью зимой что кожа начинает шелушиться и она более сухая за счет этого любой тональный крем выглядит плохо я вас понимаю но с таким интенсивным увлажнением конечно все будет приглажено для меня этот крем ну прям бомба такая знаете увлажняющая бомба он шел с лопаточкой все вам сохранилось он очень плотной текстуры то есть вам буквально микро капли я уже к шедерку такую пробила микро капли хватит на все лицо он очень легко распределяется прям скользит под пальчиками такая увесистая железная банка и здесь его кстати 50 миллилитров а сколько сыворотки чуть не помню сыворотки 30 миллилитров неплохо неплохо если сыворотку я могу использовать каждый день и быть довольной своей кожей то вот этот крем я могу использовать либо перед важным мероприятием как свадьба скажем так моя кожа сейчас не обезвоженная поэтому для меня вот такие продукты интенсивные несколько избыточные но я знаю что проблема обезвоженной кожи беспокоит многих кстати все было тут запечатано еще там дополнительная защита была что никто ваш крем не лазил это приятно и все было в пленке кстати между прочим с наклейкой на русском языке где все было подробно описано и между прочим и сыворотка и крем имеют в своем составе экстракт ромашки который ну обещает улучшение микроциркуляции честно говоря но я это не заметила и заметить это как-то вот ну так воочию невозможно несмотря на то что крем плотный и питательный секреция сальных желез не усиливается под его воздействием и скажем так макияж ваш не стечет в декольте для меня это сегодня очень важно сегодня день свадьбы мы с утра сырье их убирали квартиру занимались делами и вот сейчас поедем загс из акса сразу ресторан хотела вам показать можно я покажу мне очень просто понравились как сделаны пригласительные то есть это как загранпаспорт который вложен сейчас секунду ну короче вложен билет то есть тут все тематически все расписано все расписано очень классно но я просто такого не то есть это вытаскивается и можно прочитать просто меч с одной рукой не получается я вечером переписывалась сыра с наш еще одна одноклассницей и она сказала ксюша у тебя есть бежевый костюм брючный игру ира ты богиня круче на мне бежевый брючный костюм помните когда но мне только пришел я говорила что брюки надо схуднуть я суднула вот собственно я в этих брюках вообще они нам нелегко даже в области паха чуточку морщат она же не упадет я уже снимаю ты будешь плакать а я а и Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, друзья! Вчера на свадьбе для меня было несколько открытий. Нам вот такой сертификат подарили. Попробовать пирог, приготовленный невестой. Классно! И, кстати, у меня ногти оказались, посмотрите, вообще прям в цвет лавандовой свадьбы. Кстати, у меня еще в сумке есть приглашение, ну не приглашение, а такие бирочки для стола. Сейчас. Вообще все было такое лавандовое. Смотрите. И вот это у нас... Ой! Вот это плохо. Так, это я подклею. Значит, вот так покажем. Вот это, смотрите, лаванда. Она прям пахнет. Настоящее. Очень ароматно, очень классно. И из открытий на свадьбе для меня было то, что можно не какие-то сухие, неинтересные булки там, да, вручать, как они, шишки называются, да, эти, гостям, а вот такие суккуленты. Вообще вся тематика свадьбы была натуральная свадьба. Молодожены вместо всяких там каких-то странных традиций сажали дерево такое там в горшок. Все классно, с грунтом. И всем гостям вот такие суккулентики дарили. Вот это я выбрала сама. Это мой, это Илюхин. Теперь буду выращивать. И, ну, не знаю, мне кажется, это так мило. То есть символ, там, любви, отношений. Мне кажется, это вообще... Ну, почему все это не делают? Мы, конечно, там шутили, что еще хомяков можно живых там вручать. Но это мы шутим, это все нормально. Еще для меня было открытием, что букет невесты не обязательно кидать и смотреть на драку, кровопролитие и прочее. Что букет невесты можно разыграть интеллигентно. И, ну, мне это понравилось, то, что все, ну, может пройти спокойно и корректно. Это вообще, кстати, самая, наверное, такая прям вот суперинтеллигентная свадьба. Супер такая вот какая-то мягкая, что ли, вот такая вся. Ну, ребята такие. И после свадьбы мы с Ильей поехали в ленту, потому что у нас не было продуктов. И там, оказывается, новая мулька с Гарри Поттером. Собирают вот такие фигурки. Мне вчера попалась Белатриса Лэй Стрэндж. Почему мне не Вероники? Да потому что она не фанат. Она вообще-то не оценит. У нее игрушек полно, у меня игрушек мало. Так вот, Белатриса мне попалась. Вот такой маленький Добби. Он очаровательный, между прочим. Джон Уизли, Волан-де-Морт и Светящийся Волан-де-Морт. По поводу Светящихся фигурок, их там несколько, там и Белатриса, и Светящийся. Я хочу сказать, что ребята явно схалтурили. То есть не хватило фантазии на других персонажей, а, видимо, там нужно было сделать, допустим, 25 персонажей. Ну, допустим. И, ну, можно было что-то придумать. Можно было хоть Снич красиво сделать, потому что там есть и Букля, например, да. Ну, кто им мешал сделать Снич? Я понимаю, что Снич неодушевленный, все нормально, но просто я к тому, что можно было что-то придумать. Но вот эти Светящиеся, они неинтересные. То есть они вот в общей коллекции, они выбиваются, они не такие красивые. Я не знаю, что это какая-то у меня штучка. Вы ее не видели. Вот давайте вот так буду палец держать. Всем приятных свадеб, всем приятных мероприятий. Я очень сильно вас всех люблю. И это конец влога.